Накануне свой день рождения отметил бендерский герб. За всю историю у города их было немало. В советские времена герб Бендер был с розой. Она подчеркивала статус города роз. В 2003 году возвратили исторический желто-черный символ. Желто-черный герб – один из официальных символов бендер. Он и за рубежом презентует город воинской славы. Два поля. В верхнем золотом – двуглавый орел, украшенный золотой короной. В нижнем – черном – лежащий лев. Герб Бендер относится к историческим. За основу взято легендарное прошлое города. Изображение орла в гербе – это знак особой великой монаршей милости, к которой относится и наш город. 14 городов России всего имели в верхней части полного российского орла с золотой короной. Когда в 1926 году был пожалован герб, учли все исторические особенности. Дело в том, что сколько бы войн не проходило на территории нашего края, только трижды наш город был взят русскими войсками. И единожды в ходе грандиозного штурма. Герб Бендер менялся несколько раз. Советское время символом города была стилизованная роза шестеренкой и тканским челноком вместо листиков. В 1931 году, в период румынской оккупации, утвердили красно-зеленый герб для тогдашней тегины. К 595-летию города возвратили исторический герб. Кстати, он был пожалован императором Николаем I. А лежащий лев символизирует побежденного шведского короля. После проигранной Полтавской битвы здесь нашел приют шведский король Карл XII. Он бежал сюда побежденный, но не сломленный, с остатками своей армии, с надеждой в дальнейшем взять реванш за проигранную Полтавскую битву. И здесь, у стен Бендерской крепости, он нашел приют. Конечно, когда турки его принимали, они думали, что Карл XII здесь передохнет, наберется сил и отправится к себе на родину. Но не тут-то было. Карл XII задержался здесь на целых 4 года. И вот это событие и нашло отражение в нижнем черном поле. Карл XII. Поверженный лев. У стен Бендерской крепости набирается сил для ответного прыжка в сторону России, но уже не получилось. А вот в истории Бендер воинствующий лев остался навсегда. Не со щитом, на щите. Ольга Гришкова, Лариса Тарабина, Первый Приднестровский телеканал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова